Секс ушел из пары навсегда Потому что женщина постоянно отказывает Секс, да секс Для мужчины секс это разрядка, а для женщины зарядка А может и не нужно Верный путь к тому, что семья развалится Почему тогда столько людей им не занимаются? Порно и мастурбация Там такое разнообразие, там любую сексуальную фантазию можно удовлетворить Маньяк насилия Охренеть вообще, зачем мы сюда пришли? Всем привет, меня зовут Асоль И это спецформат, в котором мы вместе с психологом Те-те-те, так сказать, отвечаем на важные интересные вопросы И сегодня вместе с психологом Андреем Клевериным Мы ответим на вопрос Куда уходит секс из отношений? И пока вы не начали смотреть этот выпуск Обязательно подпишитесь на мой канал Во-первых, мне будет очень приятно Во-вторых, здесь много полезной информации Ну а в-третьих, нас скоро уже будет 100 тысяч И поделись этим выпуском со своей подружкой Потому что здесь все самое интересное Привет, Андрей Привет, Асоль Почему исчезает секс в паре? По мнению мужчин Ну, я не только мужчин, но и психолог Поэтому могу посмотреть на эту ситуацию с двух сторон И на самом деле секс исчезает по разным причинам В зависимости от того, мужчина это или женщина Мужчина изначально всегда хочет Но со временем секс пропадает и по инициативе мужчин И тут могут быть следующие варианты Первое, это, конечно же, когда после рождения ребенка Жена немножко теряет такую физическую привлекательность И тут, конечно, это важно Это важно Второй момент Когда мужчина, сам не понимая этого Доминирует над своей женщиной И настолько ее, можно сказать, загнобил Подавляет Подавляет Что через какое-то время, знаешь Вот нас же привлекает какая-то недоступность Игривость, легкость А когда женщина постоянно находится Под таким психологическим гнетом Она действительно как бы тухнет, гаснет И либо ей хватает осознания понять это в какой-то момент И уйти от такого мужчины Либо она под него окончательно подстраивается И он сам, доминируя над ней Теряет к ней интерес Но и третий момент, конечно, который тоже часто возникает Он может любить свою жену Но ему хочется сходить налево Женщина говорит Как это может вообще возможно Когда ты либо любишь человека И не хочешь любить Да, это мы всегда так говорим А вот у мужчины иногда работает другая логика Он думает так, что Ну, мне хочется разнообразия Но я же умный Я сделаю так, что никто никогда не узнает И если я немножко где-то гульнул Без каких-то серьезных намерений Без заведения там долгосрочного романа А просто так слегка И мне хорошо, а ей неплохо Тот фраза там Хороший левак укрепляет брак Но тут могу сразу сказать Что по моему опыту В 99% мужчины прокалываются И мы не берем анекдотические случаи Помады на воротнике Либо там какой-нибудь смс-ка ночью От какого-нибудь там Вадика-автомеханика Что жду и люблю А вот ситуации, например, совершенно другие Мужчины немножко не отдают себе отчета Что они могут подавать невербальные сигналы Которые женщины прекрасно считывают А мужчины даже не догадываются Как ты узнал об этом? Этот козел Встал вечерами В наушниках слушать музыку И долго смотреть в окно И я точно поняла, что у него другая баба Потому что он точно не с нами Он где-то там о ком-то думает Более канонический пример Пошел в спортзал Я его 20 лет не могла загнать А тут пошел качаться Еще проще По утрам перед работой Душ стал принимать Никогда такого не было А тут на работу идет Душ принимает И масса таких примеров Когда мужчина даже не догадывается О том, какие сигналы он подает А женщина все чувствует очень точно И считывает на раз Ну это ты сейчас даже какие-то Прямо уж конкретные Назвал примеры Но мы же всегда чувствуем Как мужчина перестает смотреть Или как-то охладевает Я бы сказал так Иногда он охладевает Просто потому, что у вас есть проблемы В отношениях А, то есть он не всегда попахивает Изменой А вот когда ты чувствуешь Что ему вдруг стало хорошо Неожиданно До этого ему было нормально А тут какой-то он больно счастливый Стал, например Иногда признак может стать Что он стал слишком заботливым Наоборот, чувство вины Ну это очень тонкая материя Но женщины ей прекрасно владеют Теперь посмотрим со стороны женщины Как ни парадоксально Но в гораздо большем количестве случаев Секс в паре пропадает Потому что женщина постоянно отказывает Да У меня на диагностику приходит семейная пара Мы с ними начинаем разговаривать С каждым отдельно Какие проблемы есть Женщина может часа два мне рассказывать Вот о списках проблем Об обидах Об ошибках Потом приходит мужчина Поразительно краток Он говорит Живем мы в принципе нормально Как все иногда ругаемся Но это не критично И только одна проблема У моей жены Что-то очень редко хочет секса Вы там полечите немножко Как-нибудь Чтобы она там отправить И все будет хорошо На самом деле нужно понимать Что для женщины близость Это совсем не то же самое Что для мужчины Мне очень нравится одна фраза Так, конечно Для мужчины секс это разрядка А для женщины зарядка Для того, чтобы разрядиться Это можно сделать быстро А чтобы зарядиться Нужно время Если ты свой айфон На секундочку вставил И вынул Извините за сравнение Он не сильно зарядился За это время Ты все правильно говоришь Именно поэтому Для того, чтобы у женщины Было желание Она должна иметь С одной стороны Физические силы Ей нужно создать условия При которых у нее есть Как бы эти силы Она не как загнанная лошадь А с другой стороны Эмоционально Эмоционально Она должна чувствовать Заботу, любовь Уважение к своему мужчине И тогда все просыпается И именно поэтому Совет для мужчин Что если у вас Вашей жены Постоянно борит голова Это скорее всего Не проблема головы Это скорее всего Проблема ваших отношений И нужно серьезно Попробовать найти Те слова И те действия Которые позволят Окружить ее Такой заботой И вниманием Чтобы она Расцвела и захотела Как мужчины Реагируют на отказ Какие испытывают чувства В семье Конечно Отказы случаются И наверное В начале В самом начале Семьи Они переживают Волнуются Потом они как к этому Привыкают Просто самое страшное Что тут появляется Три сублиматора Первый Это измена Другая женщина Это плохо Второй вариант Это порно И мастурбация И тут на самом деле Есть общая Это мешает? Иногда в каких-то моментах Она может придать Пикантность Интересно Может быть вместе Но я знаю Семьи В которых Мужья становятся Порнозависимыми Они все свои вопросы Решают самостоятельно Там такое разнообразие Там любую сексуальную фантазию Можно удовлетворить И нафига ему потом Дома со своей женой Которую мы делали 150 раз Одну и той же позе Надоело И сексом Может не быть То что неделями Месяцами Интернет в доме Выключился надолго Вот тогда вдруг Проснулся хоть какой-то Интерес к жизни Это прям реальная проблема А третье В принципе Проблема с либидо Может быть просто Из-за какой-то Физической усталости И у мужчин тоже Психологу иногда приходится С проблемой эректильной дисфункции Когда вот Ну извините Не работает Чаще бывает так Что сначала человек идет К урологу Его обследуют И говорят Слушай у тебя Вот с точки зрения физиологии Проблем нет Все в порядке Тебе к психологу Приходит ко мне парень 28 лет И говорит Ну слушай Ну вот не знаю Что происходит Ну вот не могу Я говорю Ну давай расскажи Про свою жизнь Как она у тебя выглядит Выясняется Он работает на трех работах Он встает в шесть Домой приходит Где-то в половину двенадцатого Пока он поужинал Пока туда-сюда Спать они ложатся Где-то в час А ему в пять вставать Как бы да И вот в этом промежутке Он еще как бы пытается Что-то сделать И что-то у него не получается Я говорю А в отпуске как? А в отпуске работает Я говорю Чувствуешь взаимосвязь? Да, да, да Что это просто физическая усталость Слушай, какой тебе сейчас еще секс Ты хоть поспи лишний час Мы с тобой сейчас помрем уже скоро Вот именно До смерти осталось Опять-таки не получилось Значит я какой-то недомущина А тем более я еще молодой Значит это проблема И еще психологически начинаешь себя накручивать Она же еще в психосоматике Когда ты психологически себя накрутил Потом у тебя все эти симптомы еще усиливаются Нужно ли через себя переступать Чтобы заняться сексом с мужем? Вот никогда Я объясню почему Сейчас все женщины такие Никогда Если вам совсем не хочется А муж просит Вам нужно действительно Либо пойти к психологу Либо поговорить между собой Нужно сделать так, чтобы захотелось Потому что как это будет психологически развиваться? Женщина, которая соглашается на близость С мужчиной через силу Подсознательно Воспринимает это над собой как насилие И ее любимый человек В ее подсознании закрепляется Что это такой как бы Маньяк насилия Не маньяк насилия Негативные эмоции Связанные с этим моментом Когда ты делал это через силу Напрямую ассоциируются С твоим самым близким человеком Если это продолжается долго То в итоге Именно это может стать Такой незакрушимой Стеной между партнерами Что она потом в принципе Не сможет его никогда захотеть Даже если он изменится Будет стараться и так далее Поэтому если в вашей паре Сейчас есть такая проблема Ищите причины И добивайтесь того Чтобы это было Потому что очень часто съедает быт Нет никакой романтики Придумывайте какие-то варианты Оставляйте детей кому-то Родителям, подругам, кому-то еще Так И уезжайте вдвоем Хотя бы на одну ночь Если есть возможность Поехать романтически в отель Прекрасно Нет возможности Договоритесь с какими-нибудь друзьями Чтобы они вам там квартиру на ночь освободили И вы там провели время Кстати вот когда не с кем освободят детей Вот прекрасный лайфхак У меня были такие друзья Две пары У каждого по трое детей Трое слишком много Чтобы оставить их кому-то Все отказываются Никто не берет Они договорились между собой Что один раз в неделю Они привозили троих детей К Хитшеринг Да-да-да То есть сегодня вы сидите с шестью Зато завтра у вас свободный вечер Все наладилось И давай объективно Одни дети приехали в гости к другим Весело же Да Дети там тоже сами занимаются Квартиру надо поремонтировать после этого Немножко Но как бы в остальном да Все отлично А вот мы все Секс да секс Нужен он в паре А может и не нужно Ну родили ребеночка Как бы физиологически Свою миссию выполнили Галочку поставили И не нужно этот секс Ну а ты сама что думаешь По этому поводу? Нет, подожди Ответ по-моему очевиден Ну подожди Ну почему тогда столько людей Им не занимаются? Люди им не занимаются Либо потому что Они настолько задолбались По жизни Как мы с тобой только что Обсудили Что у них просто нет сил Либо они не занимаются Этим с женой или мужем Они занимаются этим С кем-то другим Где-то на стороне Да Либо Ну третий вариант Сублимация через порно И так далее То есть надо понимать Что отсутствие секса Это звоночек Это огромная проблема Это не звоночек Это вот такой слон В посудной лавке Которым нужно заниматься обязательно Иначе это верный путь К тому что семья развалится А вот если например Женщина временно принимает лекарства И у нее снижается либидо Как этот момент пережить? Вот ты говоришь Что заставлять себя нельзя Как пережить? Как мужу быть? Как ему объяснить в конце концов? Если у нее в принципе Слизалась либидо совсем То тогда ей нужно Со своим врачом Поговорить и об этом тоже Потому что нельзя Вылечив одно Убить другое напрочь Второе Если это какой-то временный период Непродолжительный Ну я думаю Что если отношения нормальные Мужчина может войти в положение И тут как раз порно в помощь В том числе Если у него там Действительно там Тестостерон бушует И ему это нужно Ну сделай это пожалуйста сам Все мы это проходили В юношестве И студенчестве И в школе Поэтому ничего не забыл Все умеют Подождать можно немножко Но повторю Через силу точно не надо Потому что это вот действительно Та самая ситуация Когда вы своими руками Гробите свое отношение К своему любимому человеку Как остаться Всегда желанной Для своего мужчины Всегда помнить Первое Что самым главным человеком В жизни для тебя Являешься ты сам И соответственно Никогда не забывать про себя Сколько бы у тебя не было детей Сколько бы у тебя не было хлопот Ты всегда должна Находить время Для того чтобы Немножко уделить его себе Где-то лишний час поспать Где-то лишний час провести Там в салоне красоты Я прямо чувствую Как женщина Ага В салоне красоты Повторюсь Ну пускай даже не в салоне красоты Пускай ты сама красишь ногти Но ты должна сделать это сама Ты же как Когда ногти красивые Ты чувствуешь себя намного лучше Согласна Вот то есть уделять время себе И вот тут большую Вредную роль Играет синдром отличницы Когда вот девушка Вышла замуж И она хочет быть Идеальной женой Идеальной мамой Особенно если там еще Какая-нибудь свекровь такая Приглядывающая Затем как Она там готова Мыть полы каждый день Готовить мужа ужин Из трех блюд каждый день А на себя времени не остается Так вот поверьте мне Ваш муж с гораздо большей охотой Съест яичницу на ужин Если при этом его встретит Девушка Которую он визуально Прям хочет съесть глазами Чем он съест фуа-гратом С перепелками Как бы да Но при этом В засаленном халате Замученная будет стоять Вот такая клуша Которую он точно не хочет Мужчина на самом деле Намного менее требователь Каким-то бытовым вещам Ваши ожидания от уборки Как бы это Каких-то бытовых Намного привличны Есть конечно Некоторые психологические проблемы И у мужчин Которые требуют Там стерильной чистоты У меня была пара Которые мы реально решили проблему Что он закатывал скандалы Того что на двери душевой кабины Капелька если попала И засохла Такое пятнышко Это было проблемой Но это психологические отклонения Уже С этим можно работать И можно решать Как правильно разговаривать С партнером о сексе Откровенно В первую очередь Потому что Никто не учил Понимаешь Все начинают сразу Либо хихикать Либо как бы У нас вообще Огромная проблема Наша тема образования Что у нас вообще Не учат в семейной жизни Вот я много лет Говорю везде Где это возможно О том что нам надо В старших классах школы Или хотя бы на первом курсе института Ввести предмет Этика психологии Семейной жизни Они говорят Это рано Я говорю Слушайте Чего рано Именно В старших классах школы У ребят начинаются Первые романтические отношения И немножко почитать о том А какие могут быть проблемы Как мыслят мужчины Как мыслят женщины Что это было бы Наверное самым интересным предметом О том мы Историю религии готовы изучать Домоводство Как делать табуретку Мы изучаем Которую уже никто Никто в жизни не делает Все покупают и выбрасывают Да никто уже ничего не чинит А вот Самый важный момент Глядя на процент разводов Можно понять Насколько у нас Это глобальная проблема Я соглашусь И нихрена этому не учат А какие есть признаки Что секс ушел Из пары Навсегда Пока Первый признак Это периодичность Которым вы занимаетесь Если у вас это бывает Раз в год и реже Это проблема Ушел ли он навсегда Это вопрос Потому что на самом деле Бывают случаи Когда он совершенно Неожиданно возвращается Иногда измена Является катализатором Возобновления Счастливой семейной жизни Как бы это вот цинично Не звучало Но я как психолог Могу тебе сказать Супруги уже жили по инерции Забивали друг на друга Женщина Естественно в какой-то момент У нее появляется кто-то Кто действительно смотрит на нее Как на женщину Уделяет ей внимание Заботится Ей этого не хватало Она может быть и не думала Никогда в жизни Что она заведет любовника Она была воспитанна так Что это невозможно Но в какой-то момент Появляется человек Который просто возвращает Ей ощущение Что она женщина Не ломовая лошадь Не домохозяйка Не мама А именно женщина И очень умело Этот человек Просто вот становится Настолько близким Что она идет к нему И вот в этот момент Когда мужчина это узнает Для него это конечно Огромная катастрофа Но в какой-то момент У него приходится знать Что он сам виноват Он не приходит ко мне С этим вопросом И говорит А что ты хотел Вы сколько раз За последнее время Были близки Он говорит Не помню когда Последний раз было Ну а что тогда ты ждал Ей допустим 35 Да Ей не 70 как бы Ну о чем ты думал Ну я что-то как-то Ну и И вот осознание того Что это его косяки В первую очередь Вот если честно Посмотреть на семейные пары Прожившие вместе Много-много лет То скорее всего Там где-то когда-то Что-то было подобное И они просто это преодолели То что об этом Не принято разговаривать Никто не говорит Что ну мы с женой Каждый раз по 5 поизменяли Но потом мы теперь Идеальная семья Как показывает практика Измена Часто всего Бывает таким Отрезляющим моментом Когда наоборот Вас встряхнули И вы поняли Что оказывается У нас не все хорошо Потому что мы как мужчины Очень часто игнорируем Проблемы до последнего момента Мы думаем Нормально мы живем Что там Ну пилит она меня иногда Ну я там иногда огрызаюсь Иногда ухожу Но в остальном Все нормально как бы А потом она приходит Говорит я развожусь с тобой Считается что чаще Мужчины из семьи уходят Вот по моей статистике Чаще на развод Подают женщины И самое интересное Что для мужчины Это полное удивление Да мы же нормально жили Что такое нормально Что сидели Сначала когда женщина Стоит по-хорошему поговорить Мы отшучиваемся Когда начинает нас плохо Там вот прессовать Мы огрызаемся Или уходим от этого Потом наступает момент Когда она перестает У нас передумать Ох аллилуйя Мы дожили до глубокого Взаимопонимания А это затишье перед болью А это означает Что она просто потеряла Надежду тебя достучаться И следующий шаг Она либо думает Как от тебя уйти Либо у нее уже кто-то появился Давай-ка поговорим Как вернуть секс в отношениях И подведем итог Чек-лист такой Ну первое Женщина должна честно И откровенно посмотреть на себя В какой она физической форме Вот насколько она сама привлекательна Мужчина тоже самое Предвижу сейчас гневные комментарии Мой-то пуза наел На диване лежит и так далее По-хорошему оба А я должна Да, по-хорошему оба Но обычно начинается с женщины Женщина первой берет себя в руки А потом мужчина пытается Потянуться за ней Второе Честно посмотреть на то А где в вашей жизни Есть место этой близости Если вы постоянно С семьей, с детьми На работе Вы не спите, не едите Ничего Откуда на нее все время Поэтому сесть И очень системно Посмотреть на свою жизнь И придумать Конкретные моменты Где у нас будет романтика Где мы с тобой уедем куда-то Из дома хотя бы Да Дальше Когда вот это время вы выделили Женщина визуально преобразилась То тогда уже можно подумать А как вот Что бы хотелось Сегодня мы с тобой сходим в кафе Например Или там в ресторан Сегодня мы просто погуляем Как было когда-то Может быть на драматическом катались Первый раз целовались там Ничто не мешает Наше же подсознание Оно не только негативные воспоминания Нам вываливает Оно же точно так реагирует И на позитивные Берем и что-то воспроизводим Из того что было классное Да И мы с тобой покатались И потом раз как бы Да И уже что-то завертелось И хорошо И вот как только первые ростки появляются Прям подхватываем И аккуратно развиваем 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 Ну и плюс какие-то Новшества Игрушки Какие-то Костюмы Да Всегда же можно что-то вот привнести Да Конечно Но разнообразие тоже обязательно В идеале конечно Если у женщины есть на это сила Было бы неплохо иногда меняться Вот визуально меняться Потому что Женщина как говорит Я лет 15 выбирала свой стиль И точно понимаю Что вот мне идеально подходят Вот такие вот локоны Вот такой цвет волос Вот такой макияж Как бы Вот такая одежда Но вы понимаете Что даже самая красивая картинка Со временем Примелькалась И не так интересно Знаешь Сейчас такие Даже спортивные костюмы Знаешь И такая притча выязыца Что в спортивных костюмах Ходить нельзя Это плохо Я тебе могу сказать Что на фитнесе Сейчас такие спортивные костюмы есть Что ты думаешь Охренеть вообще Зачем мы сюда пришли Гантели тягать То есть ты можешь подобрать Такие наряды Даже для дома Которые настолько будут Водушевлять и будоражить Поэтому ищите И на самом деле Опять говорит У нас нет на это денег Я тебе могу сказать Что Валбрис в этом плане Поразителен Там можно найти такие вещи За такие низкие цены И мегамаркет Поискать Все найдется Даже если оно Немножко хренового качества На один раз нормально Купил хреновый дешевенький Одел разочек Мужчина смотрит Не на качество вещей А на картинку в целом Если она меняется Желание просыпается Класс Спасибо тебе большое Девчонки Если у вас есть Свои какие-то Дополнения К этому чек-листу Делитесь в комментариях И будем вместе Разбираться в этой теме Как вернуть секс В отношениях Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok